Сибирский медведь Для каждого района Омской области важно развитие физкультуры и спорта, и особенно массовой физкультуры. Ведь губернатор ставит перед нами задачу в этом году достичь долю населения, которое занимается физкультурой и спортом, до 25%. Сегодня первый такой, наверное, зимний морозный день, и на старт выйдут как раз любители этого самого интересного зимнего вида спорта – лыжные гонки. В начале этого года в Тюризе проходил любимый всеми праздник Севера. Кстати, здесь же 40 лет назад состоялись и первые игры под одноименным названием. Проведение зимних соревнований в Тюризе стало уже хорошей традицией. Все наши жители, начиная от младшего возраста, заканчивая, грубо говоря, уже ветеранами спорта, всегда выходят на лыжню, всегда стараются быть впереди, стараются занимать места. Лыжная трасса подготовлена еще на праздник Севера Тюриз-2011. Теперь верой и правдой служит она на всех зимних соревнованиях. Первыми на лыжню вышли участники ВИП-забега – заслуженные спортсмены района, представители Министерства спорта, администрации Тюриза и общественные деятели. За ними стартовали сначала юные, а затем и спортсмены постарше – дистанции от 1 до 5 километров. А некоторые тевризяне встали на лыжню даже целыми семьями. Для нашей семьи это очень такое знаковое событие. Во-первых, у нас подрастают детки, которые сегодня болеют, а года через 2-3, я думаю, что они примут самое активное участие. И то, что проводятся такие мероприятия у нас в Тюризе, вселяет уверенность, что наше поколение вырастет здоровым, сильным. Победители соревнований в разных возрастных категориях награждены ценными призами. Все, кто не поленился приехать на первую лыжную гонку, получили заряд энергии и массу положительных эмоций. Кстати, в этот день для тевризян произошло еще одно приятное событие. По программе модернизации здравоохранения сюда были отправлены две санитарные машины. Эти крепкие уазики пришли на смену изношенным легковушкам и газелям. По плану Полежаева на приобретение санитарных машин из регионального бюджета выделено более 30 миллионов рублей. Всего до Нового года в сельские медучреждения области запланировано направить 58 машин.